как заменить одну видеокарту на другую видеокарту привет друзья с вами сегодня eset smart и в этом видео мы рассмотрим как заменить одну видеокарту на другую видеокарту я купил себе видеокарту я хотел бы его заменить но я не хотел бы переустанавливать операционную систему ведь у меня установлена windows 7 у меня видеокарта сапфира amd radeon 6770 я хотел бы установить гигабайт nvidia geforce gtx 1050 g1 gaming как же заменяется видеокарту я вам подробно расскажу и все покажу давайте вместе со мной заменим видеокарту нажимаем правой клавиши на работе столе и настройки radeon у меня здесь crimson edition мне нужно удалить все программное обеспечение от amd также мне нужно удалить драйвера от amd удалить все следы нашей видеокарты вы скажете можно просто переустановить систему но все можно сделать и без переустановки операционной системы ведь для этого мы не будем переустановить систему это ведь очень долго перейдем диспетчер устройств и здесь у нас видео адаптер стоит amd radeon hd 6770 серия будем сносить следы нашей видеокарты стандартное удаление через панель управления и удаление удаление программы amd radeon оставляет кучи куча файлов я не хотел бы таким образом его удалять поэтому мы приступим к другому мы просто скачаем специальное приложение которое удалить все следы и все хвосты вводим программу ddu переходим по второй ссылке дисплей драйвер юнистейлор вот у нас последняя версия программы это у нас версии 17 08 2 переходим по этой ссылке и скачиваем нашу наш файл в архиве здесь выбираем официал download here сохраняем распаковываем текущую папку извлечь в ddu версии 17 08 2 вот наша программа для удаления драйверов переходим в пуск и здесь у меня игра volfenstein 2 the neocolossus запускаем его запустить и что у меня вводит ошибка вулкан api то есть у меня нету вулкана и у меня это не работает моя видеокарта amd radeon 6770 не поддерживает вулкан я не могу играть в эту игру вот такой синий экран с ошибкой я переставлял свежий драйвера amd radeon 6770 не поддержит вулкан а вот новая видеокарта сейчас мы его переустановим драйвера и проверим вылетит ли эта ошибка и сумеем ли мы запустить нашу игру ведь в новой видеокарте gtx 1050 от гигабайта есть уже вулкан api я также устанавливал программный обеспечение вулкан api вот у меня вулкан sdk я его отдельно устанавливал после этого должно было заработать но у меня не заработало для начала подстрахуйтесь скачайте драйвера ведь вы не будете с диска устанавливать старые драйвера лучше скачать из официального сайта ваши драйвера у меня это гигабайт я набираю просто гигабайт gtx 1050 g1 gaming драйвер переходим по первой ссылке который ведет на официальный сайт гигабайт здесь выбираем supports операционная система у меня windows 7 поэтому я выбираю windows 7 64-битная если у вас windows 10 64-битная то вы скачиваете по верхней ссылке скачиваете по одной из ссылок сохранить и происходит скачивание нашего драйвера также этот драйвер вы можете скачать с сайта nvidia загрузка драйверов nvidia выбираем здесь серия продуктов nvidia geforce 10 10 серия gtx 10 50 выбираем windows 7 64-битную поиск выбираем загрузить сейчас принять и скачать также можем скачать из сайта nvidia включаем наш компьютер и зажимаем клавишу f8 переходим в безопасный режим нам нужно запуститься в безопасном режиме чтобы удалить все следы драйверов выбираем дисплей драйвер юнистеллер запускаем от от имени администратора выбираем нашу видеокарту он автоматически определил amd radeon здесь выбираем удалить и перезагрузить происходит удаление драйвера нашей видеокарты наш компьютер уходит перезагрузку мы удалили все следы нашей видеокарты стандартного га графический адаптер приступаем к замене нашей видеокарты вот у меня у нас видеокарта которую мы хотим заменить снимаем верхнюю крышку нашего системного блока убираем и вот у нас видеокартам наша старая видеокарта ему уже пять лет пять лет я его не трогал я играл в игры с помощью этой видеокарты amd radeon 6770 выкручиваем наши винтики нам нужно вытащить нашу видеокарту с разъемом psi экспресс сняли теперь нам нужно выкрутить этот винтик который я закрутил чтобы он держался у нас наша видеокарта должна освободиться винтик мы выкрутили все мы освободили теперь нам нужно вытащить нашу видеокарту отключаем наш 6 пиновый разъем который питает нашу видеокарту и все теперь приступаем вытаскивание нашей видеокарты со своего разъема аккуратно здесь друзья поддеваем то есть здесь у нас вот такой вот контакт его нужно вытащить аккуратно здесь просто надавлю на себя и вот таким образом вытаскиваю нашу видеокарту вот наша видеокарта amd radeon 6770 это у нас сфера вот так он у нас выглядит и это видеокарта у меня проработала пять лет без никаких проблем не он работал очень отличный даже и большинство игр он тянул те времена и она средних настройках мог играть здесь один гигабайт памяти сравните с нашей другой видеокарты на нашу новую видеокарте нету разъема vga dsap под этим разъема его просто нету заменяем на нашу другую видеокарту вот эту видеокарту гигабайтов будем его вставлять разъем psa express у меня psa express 2 0 эта видеокарта поддержит разъем psa express 3 0 не знаем поставим возможно это будет снижение скорости но я не думаю чтобы установить его аккуратно вставляем ничего не должно мешать вам эта видеокарта выглядит больше чем-то видеокарта сейчас мы его установим в разъем psa express вот у нас разъем а деле и как он у нас выглядит вот таким образом теперь нужно запитать его на 6 пиновый разъем здесь у нас смешает жесткий диск но мы его сейчас подкрутим здесь у нас подключение с верхней стороны что довольно удобно я могу этот 6 пиновый разъем который у нас от блока питания идет мы подключаем к нашей видеокарте аккуратно вставляем вот мы его так таким образом вставляем вот у нас видеокарта должна защелкнуться все мы его защелкнули он мы его запитали нашу видеокарту все здесь он крепко если мы приглядеть отсюда то в разъем он вошел все отлично теперь закручиваем с этой стороны нашу видеокарту видеокарта занимает два слота он закрыл наш разъем psa express x1 ну и ладно да мы ничего сильно подкручивать не будем приступаем к его закручивание здесь нам нужно аккуратно его вот таким образом затянуть чтобы он не выпал закручиваем мы его закрутили все он крепко надержится и не шатается и сверху затягиваем вот таким образом нужно затянуть его наша видеокарта занимает два слота ничего не должно мешать отводу тепла вот эти кабель лучше как-нибудь завязать или куда-нибудь спрятать чтобы это не мешало нашу нашему вентилятору и чтоб ничего там не запуталась вот у меня кабель dvide с помощью него мы будем подключать так как вга разъем у нас здесь нету просто мы подключаем по 9 как раз этот кабель подойдет нашей видеокарте первое включение нашего компьютера проверим как у нас все запустится и посмотрим на монитор включаем наш компьютер и вот у нас логотип загорелся у нас подсветка заработала на экране изображение также появилось все отлично синий цвет у нас выдает окулера их довольно не слышно давайте немножко его наклоним они даже не крутится друзья он простое так не крутится знать под нагрузкой он будет у нас включиться на шкулера приступаем к установке нашего вга драйвера здесь у нас установка драйвера какое-то произошло стандартного га драйвер определил и вот наш стандартный вга адаптер графически здесь у нас не установлены драйвера приступаем к установке наших дров подпишись подпишись мой друг на мой канал ты подпишись и поставь ты мне лайк если видео тебе понравилось